В этой борьбе он поднялся, он показал нам снова, как он сильный человек. И он показал нам, что он может думать холодно. Ты понимаешь? Алик, можешь сказать, что он холоднокровно провел этот бой? Он показал, что он может контролировать свои эмоции? Он был очень холодным, он никогда не поднялся. Он сделал то, что он должен делать. Он показал, что он не просто мощный человек. Он был очень холодным и расслаблен. И он привнес интерес к нашему дивизиону, это очень здорово. Это был отличный борьб, чтобы привлекать больше внимания к светлого веса. Это был отличный, отличный бой. Как дела? Нормально? Классно. Кто победит борьбе? Канело или Ковалев? Я не знаю. Никто не знает. Но ты хочешь победителя, конечно. Что? Ты хочешь победителя? Конечно. Кто больше хочешь победить? Канело или Ковалев? Не важно для меня. Конечно. Конечно. Никто не может победить? Да. Я не могу победить победителя в следующем борьбе. Я не знаю. Потому что если Ковалев победит, то я думаю, что он будет победителем. Если Ковалев победит, то я думаю, что он будет победителем. Он будет победителем. И что произойдет с этой борьбой? Я не знаю. Для меня это не важно. Но я знаю, что Ковалев как человек. У нас есть очень много знакомых. У нас есть очень много знакомых. У нас есть много знакомых. И я просто хочу, чтобы он победит. У нас победителя и Артур. Кто победит? У нас победителя? Конечно, я верю на мои способности. Если я победителя, то я верю. Я верю. Не знаю. Я верю. Я верю. Я верю. Я верю. Когда я вас говорил в Chicago, вы мне сказали, что Артур Пятерпьер будет победителем Болстик в бою. Он не будет выбором. Что случилось? Что это было, что вы видели или знали, что позволило тебе предполагать правильно? После твоего боя вы с Вадиком сказали, что он победит нокаутом. Как вы знали это? Почему вы так-то и полагали? Мы не знали, мы просто думали об этом. Потому что мы знаем, что биттербиф имеет хорошую силу. И гвоздик может двигаться много. Но обычно гвоздик часто вступает в размен. А если в таком размене, у биттербифа большая шкафа. А если в таком размене, у биттербифа большая шкафа. А если биттербифа большая шкафа, то биттербифа большая шкафа. Знаешь, Бипо, ты выглядишь, как ты готова к борьбе сегодня. У тебя есть борьба? Спасибо. Тебя бой? Нет, это было три месяца назад. Но твоя face так чистая. Да. Инглеская шкафа очень хорошая шкафа. Спасибо. Так что ты всегда готова к борьбе? Спасибо за французское шоу. Дмитрий... Да, он всегда смотрит французское шоу «Французское шоу французское шоу». И вот здесь он из-за английского шкафа. Но ты должен сказать, что Коболев будет большая шкафа в истории России? Да, это самый большой бой, который возможен. Я думаю, да. Наверное, да. Ну, а между двумя русскими, да. Для русских, да, двумя русскими борьбе с другими, двумя чемпионами. Это будет очень большой. Наверное, это будет большая шкафа в мире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!